я приготовила сегодня для вас арт-терапию поняла что давно ее не проводила мне хочется ее дать вам чтобы вы немножко поисследовали себя погрузились в самоисследование с помощью творчества с помощью рисунка и тему которую я сегодня вам приготовила называется тема грани меня да доброе утро кто присоединяется напишите как меня слышно как меня видно от единички до пятерки дайте мне обратную связь мы сегодня с вами будем рисовать на самом деле много материалов нам не понадобится нам понадобится вот несколько листков бумаги штуки 3 наверное лучше всего потому что мы сделаем с вами два рисунка и на одном листе бумаги просто поисследуем себя да то есть вы будете записывать свои открытия насчет себя насчет свои мысли какие-то идеи по поводу того что вам что вам не хватает или что требуется или наоборот в чем ваш ресурс слышно отлично а видно как хорошо хорошо или нет я в том же себя как в телефоне вижу хорошо насколько хорошо вам видно итак я как как уже сказала что у нас эфир будет не такой большой вот эту вот это упражнение которое я вам дам я надеюсь что у нас запись сохранится выложи ее в ленте и вы сможете повозвращаться сможете пересматривать потому что это скорее практика на самоисследование на и требуется некоторое время чтобы пожить осмыслить чтобы снова и снова обдумать то что вы получите в ходе вашего творчества да видно тоже отлично но хорошо давайте тогда будем приступать и грани меня о чем это ну на самом деле все мы знаем да что в нас много психологи говорят по-разному в нас много субличности в нас много типажей мы играем разные роли мы разные суть об этом и сегодня я предлагаю посмотреть на вас с позиции вы и окружение с позиции вы и ваш внутренний мир то есть вот с этих двух точек зрения хотя можно на самом деле вот эту практику взять за основу и потом вы сами можете посмотреть что что происходит какая вы в тех или иных ситуациях в тех или иных ролях и самый первый ряда кстати поставьте плюсики кто будет сейчас со мной рисовать поставить или напишите поставьте просто глаза смайлик глаза что вы будете просто смотреть и потом порисуйте потому что мне тоже интересно и даже важно если я дам теорию для тех кто будет просто смотреть конечно имеет смысл просто быстренько рассказать теорию и все да как бы время на осмысление не так много и потребуется итак берем самый первый лист берем берем один лист и закройте глаза сделайте несколько глубоких вдохов лучше конечно если вы перед эфиром успели попить воды потому что вода помогается настроиться с собой сделать несколько глубоких вдохов я сделаю вместе с вами да вижу буду рисовать хорошо хорошо я смотрю да светлана очень рада что вы со мной рисуете и берем листок бумаги и начинаем рисовать а прежде чем рисовать подумайте да вот тема какая что мое социальное я я в социуме я в окружении я в отношениях со социум я каким видят меня социум то есть вот эти вот ощущения просто начинаете рисовать в виде портрета очень важный момент что вы рисуете портрет ну примерно вот не знаю я я с вами буду рисовать но я не буду вот прям дословно и дотошно в деталях рисовать и вот этот важный момент что арт-терапию нас у нас не надо рисовать прям художественно со всеми деталями и прочее просто вот нарисуйте там вот овал например там бантик или что-то еще как вы себя чувствуете вам важно передать свои чувства свои эмоции свои ощущения в портрете и соответственно я сейчас вообще не делаю настройки на себя да потому что я веду но тем не менее я вот рисую портрет вы вы рисуете сами как вы видите как вы чувствуете себя так что вам хочется передать что я социальная да вот я в социуме я социум я в глазах социум мне почему-то захотелось вот сюда какие-то вот кошачьи ушки нарисовать которые вот непонятно то ли кошачьи то ли какие вот я не знаю мне так захотелось ну значит так надо быть надо вот этому проявиться дать его и я рисую я обратите внимание тоже интересным такой момент что я начале сказал про два хвостика но я понимаю что нет не именно уши сюда надо нарисовать у меня опять пришло в голову путь почему-то по поросячьи уши то есть сначала к кошкину уже потом поросячьи уши вот этот момент вот надо где-то тоже зафиксировать и в том листке который я вам говорил до 2 лиска один для рисунок один для рисунков два листка для рисунков один для записи то есть три листка вот почему-то так захотелось но при этом мне хочется вот такую вот длинную длинную косу которая прям уходит вниз 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 тоже рисую просто смотрим да вот и мне хочется именно кошачьи глаза нарисовать очень интересный такой микс получается хорошо я их рисую то есть вот таким образом мы нарисовали там можно челку можно я вот не хочу да у меня вот представление что пока вот коса собранные волосы целиком целиком просто свои чувства вы сможете закрыть глаза опять погрузиться вот в это состояние я вот в глазах окружающих я как я себя представляю глазах окружающих то есть вот такой вот комплекса такой букетом эмоций своих и ощущений это первый портрет это первый портрет и теперь мы его откладываем я там даю вам еще буквально пару минуточек чтобы мы перешли дальше у нас сегодня прям очень быстро будет эфир ну и не хорошо кто нарисовал поставьте плюсики буду ждать ваших плюсиков чтобы мы могли перейти дальше к второму этапу на самом деле чем хороша арт-терапия вот то что я сейчас вам показала я нарисовал у меня всего один фломастер в принципе можно даже без слова без цветных каких-то фломастеров карандашей а вот именно одним цветом это вот такой экспресс вариант экспресс диагностика и вот по тому рисунку который вы нарисуете мы будем с вами учиться читать рисунок диагностировать свои себя свое состояние свою жизнь вижу плюсики давайте тогда переходим ко второму рисунку это тоже закрываем глаза делаем несколько глубоких вдохов и задаем себе вопрос какая я реальная какая я настоящая просто прям вот погрузитесь в это состояние почувствуйте себя свое внутреннее я свое настоящее и соответственно также мы берем второй лист и начинаем рисовать здесь очень важный момент обращаю ваше внимание что у нас планет должен быть одного размера то есть вы смотрите я примерно сделала вот так да да я отмечала вам и здесь тоже на глаз примерно одного размера чтобы было вот прям настоящая хотя если вы чувствуете что вам надо больше себя нарисовать или меньше себя нарисовать нарисуйте себя вот там так как вот идет и прям я настоящая и рисуйте кто я какая я мне вот хочется начать именно с бровей и опять же с глаз тоже интересный момент что глаза это зеркало души да мне хочется видеть хочется показать себя вот именно поэтому я рисую зеркало зеркала я рисую глаза я рисую ну и так же когда нарисуете дату поставьте плюсик мы продолжим вот у меня прям очень интересный портрет сейчас мы будем с вами его диагностировать это даже самый простой самый примитивный тест когда мы в садике годовшим детям дают такое задание нарисуй человечков то вот примерно по такому принципу мы и будем с вами работать и я вам сейчас покажу книгу кто еще не знает у меня есть моя книга из-за терапии нарисуй свою жизнь там в общем-то краткая диагностика краткая характеристика тоже приведена то есть вы можете вот по так вот брать такую же технику брать такую же расшифровку который в книге книгу можно купить как в электронном так и в бумажном виде на самом деле бумажном она мне очень нравится прям вот очень интересная тут 200 страниц и разные разные техники на разные разные случаи жизни на разные разные проблемы и темы в книгу можно купить по ссылке в шапке профиля можно в интернет-магазине посмотреть на моем сайте тоже и вот то что мы сейчас с вами делаем там это и не этой практики нет но есть вот именно расшифровка если вдруг вы захотите более подробно узнать ознакомиться да вижу плюсики что мы делаем теперь мы берем каждый портрет по отдельности и пишем глядим на него и даем 3 5 7 10 характеристик то есть я смотрю на портрет какой что я вижу какой передо мной человек я вот сейчас буду фантазировать глядя на этот в вас свои фантазии будут свои так как вы свой портрет так как у вас свой опыт свои ощущения вы вспоминаете те ощущения которые у вас были когда вы рисовали опирайтесь именно на них вот это очень важный момент что опирайтесь на те ощущения которые вы испытывали процессе рисования вот и я соответственно очень вижу прям большие большие глаза и мне хочется понять о чем они да то есть мне важно видеть видеть многое мне важно видеть мне когда я сейчас начинаю рассказывать мне приходит информация и я рекомендую вам тоже проработать либо письменно вот это вот ручка до техники автоматического письма либо словесно когда вы словами рассказываете безстановочно вы допускаете и мыслительный чувственный поток вы вам ну к вам приходит информация вот именно проект портрет важно видеть важно видеть что происходит в этом мире и у меня почему-то сейчас такая прям мысль всплыла и она даже это отразилось именно на и на этом портрете да что важно видеть человека важно видеть его душу именно поэтому мне такие большие глаза посмотрите что вам бросается в это в этом портрете да о чем это вот как у меня тоже интересно самой поисследовать я хотел нарисовать кошачьи ушки потом у меня какое-то мелькнуло что поросячьи ушки и для меня вот такое отторжение пошло и важно вообще как бы какое общее впечатление от портретов положительно отрицательно да потому что есть очень важный такой взгляд что это отношение с социумом то есть как социум воспринимает нас как мы подаем себя социуму вот этот такой микс отражен отражается в этом портрете можно конечно вообще сделать интересную технику если у вас есть время отдельно рисовать портрет как вы выступаете перед социумом как вы себя подаете и второй это как социум вас воспринимает но это уже такая более углубленная техника здесь сейчас у нас микс о чем же это кошачьи поросячьи ушки с одной стороны кошачьи это сразу идет ассоциация грация и при этом ну как вот я хочу все видеть да то есть я хочу все видеть все знать все слышать вот с этой позиции вот это кошачьи уши которые вот очень ну локатор дому что вот именно поэтому а у меня мне пришло нарисовать но поросячьи ушки о чем это да я пока не могу понять но что-то в этом есть знаете вот мне приходит такая ассоциация что нечто детское наивное и вот когда я начинаю рассказывать у меня приходит тема что доверие то есть я слишком доверчивая с миром и это действительно это про меня поэтому вот вот видите это как все отразилось в рисунке длинная коса о чем это это слишком такая вот но много женской энергии что ли которая с одной стороны коса длинная да то есть волосы длинные женщины с другой стороны видите как у меня челка собрана да и соответственно я я довольно собрана то есть я сконцентрирована сосредоточена и вот посмотрите на свой портрет о чем это о чем ваш портрет да что для вас означает там вот ваши ушки да кстати кто-то может вообще ушки не нарисовать и о чем это почему вы что-то не хотите возможно слышать вам во что-то не нравится да и что в мире происходит вы не хотите этого слышать или кого-то конкретно не хотите слышать и у вас такие вот ощущения возникают прислушивайтесь к себе то же самое происходит со вторым портретом это было то что я и социум да я прям напишу я социум социум и вот это я напишу реал да то есть я настоящая вот мне что бросается в глаза также зализано но при этом одно охол как даже лысенько ушки маленькие ушки маленькие и такое состояние какое-то очень интересно глядя на этот портрет у меня вызывает характеристики нам пришло такое славка это не до тюканые или наоборот да затюканное и возникает вопрос да почему вот такое ощущение почему такое состояние ну теоретически я понимаю что да в какую-то это в какой-то степени отражает мое действительно реальный сталь почему потому что мне сейчас очень много проектов которым не нужно успеть очень много каких-то вот дел важных важных и я в некоторым таком состоянии вот с некоторыми ошарашенными глазами и вот этот портрет по моим ощущениям очень четко демонстрирует то что я чувствую вот она артерапия в действии почему-то у меня вот такой маленький перекошенный рот о чем это да почему это такое маленькое значит вот опять же по моим ощущениям здесь с одной стороны если смотреть как вот арт-терапевт рисунок остранено что маленький рот значит он злой значит он что-то сцепил держит себе и о чем это для меня вот лично для меня здесь важно вот вы сами себе доктор сами себе диагноз и сами свой рисунок расшифровывайте о том что и мне я действительно где-то хотела бы больше говорить но при этом я не хочу сейчас говорить потому что вот в силу своих проектов мне сейчас очень много приходится говорить и вот мне хочется закрыть рот, а просто помолчать просто посидеть в тишине, мне даже хочется закрасить вот это вот дело очень интересно Обратите внимание что тут на этом предыдущем рисунке у меня глаза большие, то есть тем не менее я все еще хочу все видеть но здесь у меня еще появляются ресницы я здесь прорисовываю глаза о чем это да вот ресницы веки это выразительность то есть мне хочется видеть больше красоты мира вот это у меня прям есть такая потребность что мне сейчас не хватает какой-то эстетичности в окружающем мире ну это вот я вам трактовку даю вы свою трактовку придумывайте сами и еще какие вам могут быть могут помочь вам вопросы да что тут есть что не хватает о чем вот это вот прическа да что она означает что она символизирует для вас возможно вы к вам придут какие-то ассоциации что связаны там я не знаю с мамой с бабушкой с подругой с кем-то с каким-то конкретным человеком и вы начинаете следовать что этот человек чем он важен для меня не обязательно с положительной или с отрицательной точки зрения просто чем он важен почему я про него подумала вы начинаете смотреть что именно вас цепляет в портрете вот оба портрета берете их и его их так читаете лучше всего еще раз повторять сделать это письменно что вас беспокоит глядя на этот портрет почему насколько вам комфортно глядеть на этот портрет что не хватает в этом портрете на что хочется дорисовать в этом портрете и после того как вы сделаете такую оценку мы делаем очень интересный такой вот эксперимент мы берем этот листок и сворачиваем пополам каждый рисунок делаем пополам вот желательно по просто я я здесь вернул пополам на понимаю что у меня на ту сторону уехал больше да я смотрю когда вот по носу у меня вот нос где-то здесь проходит середина лица где-то здесь я сворачиваю именно посередине лица и то же самое сворачиваю по а кстати еще момент вы можете поисследовать что общего в этих двух портретах что общего есть а какие различия это тоже очень важно что общее да и особенно об обратите внимание на общее потому что это показывает что то какая вы есть настоящий и вас какая вы в социуме это как бы конгруентно да вы транслируете это вы переносите вы так и живете и вот какие различия в чем это значит что разница между показным и вашими настоящими и вот как в чем увидеть эту разницу как увидеть эту разницу мы берем сложили каждый листочек пополам и начинаем исследовать то что у нас получилось сейчас я вам покажу посмотрите посмотрите что у нас получилось это очень интересное исследование почему потому что вот здесь у меня получается социум и реал да видите какая какое несовпадение в размерах о чем это да то есть я настоящая я больше меня больше но при этом все равно обратите внимание да глаза примерно одного размера здесь вот тоже с ушками здесь есть уши здесь я здесь они есть но они маленькие да то есть и мы начинаем смотреть состыковки и совпадения начинаем смотреть насколько мне нравится или не нравится вот этот вот портрет и что мне хотелось бы чтобы внести что мне хотелось бы внести в рисунок чтобы до гармоничного состояния до состояния что мне хорошо да вот мне например я понимаю что мне нужно тогда больше социума чтобы догнать до либо вариант уменьшить меня настоящему ну зачем я буду себя в коробочку зажимать по соответственно мне меня следует показать в социуме и вот здесь очень интересный момент как это соотносится с моей реальной жизнью с моей реальностью я на самом деле интроверт я понимаю что мне тяжело выходить из коробочки если я сижу внутри в своем там творчестве варю своих проектах выходить в социум мне не хочется мне ну вот да это на самом деле какое-то преодоление но чтобы было комфортно для чтобы люди увидели да меня мою душу что мне следует все-таки больше меня добавить в жизнь в социум и вы также анализируйте да что мне нужно сделать и о чем это в жизни важный вопрос о чем это в жизни как это проявляется или должно проявляться в жизни всегда вот вы можете исследовать это все здорово красивые глаза или там большие уши но при этом вы всегда переводите на реальность а как это в жизни проявляется а как это должно проявиться в жизни то есть вот такие вопросы задаете и вы получаете полную картинку что происходит с вами какая вы есть что какой какая вы хотите для социума быть то что вам нужно здесь кстати тоже интересный момент мне нужно увеличить себя для того чтобы социум меня заметил или же мне нужно убрать себя до чтобы чувствовать себя комфортно что было это все гармонично чтобы мне оставаться в комфорте тоже бы по исследовать и как это в жизни должно быть если чтобы социум меня заметил то какие конкретно действия потому что это социум меня заметил это вот ни о чем фраза какие конкретные действия это уже вот вопрос на котором стоит подумать и на которые стоит поискать ответы напишите насколько вам интересна эта практика удалось ли вам что-то открыть про себя вот буквально пара тройку мыслей после выполнения техники дайте мне обратную связь и пока вы даете обратную связь я вам сделаю небольшие анонсики такие я сегодня провожу вебинар сегодня завтра нет послезавтра провожу вебинар по правопорушарному рисованию буду рассказывать буду показывать будем рисовать вот последние вебинары я проводила в понедельник вот такой пейзаж нарисовали а сегодня мы тоже прорисуем интересные картинки приходите записывайтесь по ссылке в шапке профиля и конечно я вас жду на своем тренинге про полушарной живопись для начинающих тренинг будет уже начнется в этот понедельник и это будет последний набор последний поток почему кстати к вопросу о социуме да я я подумала вот и решила что мне ну как бы надоело в том формате который я я подаю этот тренинг давать не хочется давать больше потому что действительно информации больше обычно участники участники участницы хотят больше но я долго на протяжении наверно четырех лет вела этот тренинг в формате таком коротком сжатом формате то есть всего три недели я понимаю что я выросла мне хочется больше дальше давать и соответственно если вы хотите получить а за рисование за три недели получить вот именно основы живописи правополушарной понять техники и научиться рисовать именно научиться рисовать не просто там вот я научился держать кисть в руках а научиться рисовать то приходите на тренинг набор Еще идет тоже по ссылке в шапке профиля И в понедельник стартуем Присоединяйтесь Там у нас будет и арт-терапия, конечно, тоже Потому что как без проработки внутренних каких-то страхов, ограничений И как Можно, конечно, долго и упор на практике рисовать-рисовать Но если вы хотите за три недели научиться рисовать То приходите на тренинг Напишите ваши отзывы, ваши ощущения, ваши эмоции по арт-терапии Да, добрый день, Татьяна Мы уже закончили практику Я жду от вас, жду от участницы обратной связи Жду ваших инсайтов Потому что техника очень интересная Я вот сейчас вам рассказала И про себя тоже Несмотря на то, что я не погружалась в те ощущения, в те состояния, о которых рассказывала Мне, тем не менее, довольно точно удалось диагностировать какие-то свои острые моменты И вы также можете диагностировать Напишите мне, получилось ли у вас Если не получилось, то можете написать в личку Пришлите свой рисунок Потому что на самом деле очень интересный момент Когда мне говорят Давайте мы поисследуем рисунок Вот вам я нарисовала Расскажите мне все обо мне Это здорово Я могу рассказать Мой рассказ Он не будет отличаться от фантазии Потому что я не знаю В каком состоянии вы В каком состоянии ваша жизнь Что у вас сейчас происходит На меня, например, сильно погода влияет И, соответственно, мне нужно солнышко Я вот сегодня, кстати, в сторис выходила Я специально сделала такой смайлик солнечный Но я вам рассказала Какие у меня сейчас в жизни происходят вещи И это все нашло отражение в рисунке Причем абсолютно не погружая свое состояние Я их нарисовала Читаю У меня не получился прям портрет Получилось два солнца Солнце больше Оно как для реалины Тоже солнце А, как я реальное Тоже солнце, но маленькое Ну, вот, кстати, очень интересный вариант Да, даже если не портрет Вы передали свои чувства, свои ощущения Солнце Что для вас? Поисследуйте, чтобы вы хотите светить Или вы хотите греть Или вы хотите, чтобы об вас грелись Да, вот К вашему свету тянулись Поисследуйте ваши чувства По поводу эфира Надеюсь, что получится сохранить Поисследуйте, почему вы имеете солнце Да, какого Что для вас символизирует солнце И посмотрите, вот действительно Солнце маленькое, реально маленькое Почему? Почему маленькое? И не значит ли это, что вы для всех И распыляетесь, даете в социуму больше А для себя, для своей жизни У вас просто не остается энергии Для себя настоящей Уделить себе внимание Себе любовь Посмотрите, может быть, вам просто не удается Да, по каким-то причинам Почему вот этот размер Несоразмерный Поисследуйте, потому что Очень-очень такой Получается Показательный момент На этом у меня все Что я хотела вам рассказать Давайте заканчивать эфир Осталось буквально еще пару минуточек Я вам отвечу на ваши вопросы И мы будем заканчивать Потому что мы уже с вами полчаса беседуем Я хотела минут на 15 вообще Поговорить Давайте буквально чуть-чуть И вопросы Отвечу на ваши вопросы У меня просто там ребенок в кашле заходится Мне нужно бежать его Исцелять Спасать Есть ли еще какие-то вопросы Напишите И мы будем завершать эфир Если не получится Его сохраните в инстаграме Я надеюсь, что запись все-таки получится сделать В этом случае я выложу ее на ютуб Ссылку тоже можно найти в шапке профиля Вообще у меня много чего можно найти в шапке профиля Пройдите, посмотрите Найдете чего-нибудь нового Чего-нибудь интересного Приходите вечером в 19 часов на вебинар Будем там рисовать Я приготовила два сюжета Две картинки Но не знаю Посмотрим по времени Как получится Успеем Нарисуем Две Не успеем То нарисуем Одну Яркие красочно-осенние сюжеты Готовьте Поэтому теплые краски Это Желтый Красный Охра Белый Черный Естественно Само собой Много белого Просьба сохранить вебинар Который будет сегодня ППР Приходите Записывайтесь И опять же Здесь уже от ютуба зависит Потому что трансляция там будет В прошлый раз у меня получилось Что на две части разбивалась С интернетом проблемы были Надеюсь Что сейчас будет все хорошо Так Ну смотрю Вопросов больше нет Все Спасибо Спасибо Что были Да Что спасибо Какие Что какие Марина Что какие Напишите Не поняла вопроса Вот Не знаю Что еще сказать Давайте Тогда уточните Марина Ваш вопрос Еще раз Покажу Да Вот у меня Есть Вот так И я Не просто Покажу Книжку Кто Кто еще Не купил Я наконец Ее напечатала Прям Вот С автографом Хотите Оформляйте заказ Пришлю Вышлю И Есть Набор Я прям Рекомендую Вообще Набор Да Вот Эти Вот Мои Детища Которые Я очень Люблю Это Книга Изотерапия И мои Метафорические Карты Метафорические Карты Послание Дня Которые Можно Не только Ну Вот видите Инструкция Послание Дня Которые Абсолютно Для всех Да Вот Сегодня Взяли Ну Давайте Вот Я прям При вас Вытащу Давайте Поиграем Что Нам Три Карты Что Будет Сегодня Мне Поддержка Например На Что Обратить Внимание И Выбираем Три Карты Раз Два Три Какая Из Этих Карт Будет Посланием Вашего Дня Я Вскрываю Их Выбрали Я Открываю Первая Карта Не Переставай Удивляться Здесь Не Видно Здесь Слишком Отсвечивает Блеск Потому Что Глянцевая Карта Не Переставай Удивляться Вторая Карта Начни С чистого Листа Третья Карта У тебя Все Получится По поводу Начни С чистого Листа Я бы Посмотрела Подумала В тему Артерапии О чем Это О чем Я Сейчас Думаю Что Меня Цепляет О чем Я Переживаю И Начни С чистого Листа Что Это Означает Что Я могу Сделать Что Заново И Вот Как Подсказка Дорогой Вселенной Берем И Действуем Вы Можете Взять Набор Книга Изотерапии И Метфорические Карты В Живом Неэлектронном Виде Я бы Вам Рекомендовала Потому что Очень Крутые Подсказки На Обычную Жизнь Да Смотрю Надо Рисовать Краски Какие Краски Какие Краски Ну Обычные А Берите Все Краски Которые У вас Есть Единственное Вы Размешайте Чтобы Они Были В Таком Постожном Состоянии Потому что Когда Сухие То Убирает Эффект Удовольствия И Убирает Тот Визуальный Эффект Который Хотелось Бо Получить В Картине На Этом У меня Все Что Я хотела Вам Передать Желаю Вам